Твердость, мужественность, интеллект, принципиальность, крутость это то, чем отличаются герои от обычных людей. И все же герои тоже смертны, даже несмотря на то, что речь идет о видеоиграх. И именно поэтому эти герои вызывают у игроков чувство сопереживания, желание им подражать и даже желание следовать их жизненным установкам. Да, и среди этих героев нет каких-то выдающихся вождей, царей и даже великих полководцев. Но это им и не нужно, так как они способны на такое, что не снилось даже самим богам. Они делают реальные дела и совершают реальные поступки, вместо того, чтобы чесать своим языком. И было бы очень глупо присуждать этим великим героям места, ведь каждый из них вносит неоценимый вклад и спасает сотни жизней. Единственное, что роднит героев между собой, это ярое стремление к справедливости и желание спасти как можно больше людей, даже если для этого потребуется отдать свою жизнь или почку. Главное отличие игровых героев от киногероев заключается в том, что они не тормозят и постоянно действуют. В играх ты не наблюдаешь за тем, как главные герои тупят в каких-то ситуациях, когда нужно скорее принять решение. Ты сам действуешь так, как считаешь нужным, а порой даже принимаешь какие-то судьбоносные решения. Именно поэтому эффект сопереживания игровым героям намного больше, а эмоции сильнее. Дорогие друзья, крупный игровой портал Game Awards представляет вашему вниманию ТОП-5 самых крутых, самых мужественных и самых известных героев из видеоигр. И пусть капитан Шепард является условным героем, к нему прижилась всего одна внешность. Внешность лысоватого русского бойца, который залпом выпивает две бутылки водки, а потом разбивает их об свой череп. Да, он может быть узкоглазым китайцем, может быть черножопым ниггером, или даже бабой, но он всегда остается землянином, солдатом и капитаном. Каким бы он ни был, он всегда остается тем, кто спас землю, одолел жнецов, и тем, кто соблазнил не одну голубозадую инопланетянку. Да, он мог быть жесток, зол и порой неадекватен, но его истинная цель оправдывала его Шепард-герой. Причем герой от пяток до пупка. Его история всегда имеет героическое происхождение, и его действия это подвиг, а его решения показывают железобетонный характер. Его шаттл произведение искусства двух величественных рас, а не какая-нибудь там сраная иномарка. И пусть концовка серии Маст Эффект замочила нашего героя и спасителя, он все равно остается тем, кто смог надрать задницу самой древней расе, одолеть самых неодолимых и возвыситься до того уровня, который недопустим для обычного человека. Маст Эффект Маст Эффект Маст Эффект Маст Эффект Вот она, еще одна звезда космических простор, Мастер Чиф, или же Джон 117. Еще один герой человечества, который повидал немало битв. Накачанный как физически, так и интеллектуально. Он представляет собой солдата будущего, который не боится рвануть в бой, сожрать гранату и зубами поймать пулю. Чиф это тот самый последний аргумент, если вы конкретно просели в войне с инопланетными захватчиками, либо ваши полководцы самые тупые дегенераты. И пусть он также представляет собой обычного человека, но он все же имеет свою изюминку. Он специально подготовленный и модифицированный боец, у которого самые стальные яйца во вселенной. И такие бубенцы ему нужны не просто, чтобы перед друзьями в***ли, они нужны для борьбы с врагом. У Мастера Чифа нет права на ошибку, так как на кону стоит жизнь целой галактики, в том числе и человечество. На его стороне пафос, военная смекалка и крутая пушка, которая уже на готове напичкать свинцом очередной инопланетный зад. В какой-то степени Мастер Чиф очень сильно напоминает капитана Шепарда. Но у Шепарда не было крутого костюмчика, и он не был одним из кандидатов в программу Спартанец 2. Именно поэтому старшина Джон 117 вечно сохраняет какую-то тайну, интрижку и любит работать в одиночку. Единственный, кто в состоянии померяться яйцами с Мастером Чифом, механик от Бога и номинант на премию «Золотые ручки» Айзек Кларк. Да, то, что повидал этот парень, в голове сразу уложится не у каждого. Конечно, это тело в инженерном комбезе не спасло галактику. У него нет крутого шаттла, на котором бы он катал горячих цыпочек, и ему не перепадала возможность переспать с какой-нибудь сексуальной инопланетянкой. Да и вообще ни с кем не перепало. Но все же Айзек делал такое, чего бы не хватило духу ни одному герою. Айзек вместе со своим верным плазменным резаком и встречающихся ему монстров делал настоящий фарш. Он их рубал, кромсал и испепелял. Да, у этого парня были критические дни. Крыша поехала, посетила белка, начались жесткие глюки. Но он справился. И пусть по мере прохождения непонятно, что у него в башке преобладает – здравый смысл или же больная голова. Но он остается тем хреном, который смог уничтожить сотни злобных некроморфов, которые каждую минуту пытались ему поиметь в задницу. Пожалуй, это самый чертовски больной, но и самый бесстрашный инженер во вселенной, который сможет не только проводку поменять, но и вытащить вашу тухлую тушку из самой жестокой переделки. Геральт из Риви Или же просто охотник на чудовища. Геральт является мутантом в своей вселенной, но необычным, так как сохранил часть своего человечия, в отличие от тех людей, которых он встречает в своих путешествиях. Именно этим, в частности, и прославился этот беловолосый охотник на монстров. Ему по пути не встречается привычный выбор, где можно все поделить на добро и зло. Мир ведьмака – это зло и меньшее зло, так что отпинать за какие-нибудь проступки можно каждого. Но это не мешает ему сохранять свое благородство, человечность и быть просто отличным охотником, который принесет вам член любого чудища. Геральт стал настоящим профессионалом, который с ранних лет обучался тому, как нужно убивать чудовищ и выживать в этом жестоком мире. К тому же он прославился не только как непревзойденный охотник, но и как крутой любовник. Этот ведьмак переспал не только со всеми проститутками в Изиме, но и поимел большое количество чародеек. Геральт из Ривии оказался самым драматичным героем, потому что частые потери, неблагодарность, жестокость и предательство вызывают сильное чувство сопереживания. Но важно то, что ведьмака это никак не ломает, а лишь делает сильнее. Вечно молчаливый старина Гордон Фримен представляет собой аналог некой мужественной интеллигенции. Его упорство и целеустремленность просто не знает границ, поэтому он просто обязан был попасть в список самых крутых героев. Надев свои очки и взяв в руки надежный ломик, он идет скрывать гаражи за домом и бороться за светлое будущее человечества. Героический образ этого гениального физикоядерщика вдохновил многих игроков. В результате Гордона обожает огромная толпа фанатов. Конечно, легендарный молчаливый физик не смог бы заслужить такого почтения, если бы не спас человечество от инопланетной напастия. Не смотрел бы на сиськи Алекс Вэнс, не братался бы с разнообразными мутантами и не познакомился бы с одним из самых таинственных персонажей Джименом. Постоянные бои, борьба с мутантами и ежедневное выживание сделало из офисного Тихони настоящего бойца, который теперь играет ключевую роль в борьбе человечества против урода, который посчитал, что может взять власть в свои руки. Вне всякого сомнения, Гордон один из самых крутых игровых героев, который способен лишь одним своим интеллектом задавить врагов, а ломом раскроить черепушку. Наш ТОП-5 подошел к концу, так что не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok